однако здравствуйте итак по вашим рекомендациям работает 700 там 99 и 565 камеры камеры две отложены что я хочу сказать вот они две камеры две камеры две камеры это это старые камеры ну как говорится снимает а не снимает кто-то спросил за сколько я готов продать вот эти вот отношения купли-продажи они не совсем правильные не совсем правильные но тем не менее тем не менее итак будем говорить моя воля такова если кто-либо из вас желая получить камеру приедет ко мне я ему ее подарю бесплатно одну если еще кто-то приедет я подарю бесплатно вторую камеру мы вместе там пообедаем естественно за счет приезжающей стороны пообщаемся запишем и простимся вот такие вот вот такие вот пожелания мои а теперь перейдем к вашим к вашим комментариям к вашим комментариям вот смотрите пользователь или пользовательца ну пила значит это она да на записке голодания малахов один потом мы поговорим о записках голодающего номер 4 и так геннадий петрович просто супер я запишу каждое слово это записки голодания номер один сейчас молола тройчатку буду пить впервые к сожалению пилохимозу раз три месяца не знала что можно по одной столовой ложке полыни гвоздику сделала без лесу 4 части пижмы 2 части гвоздики 1 часть полыни как понимать правильно не знаю вот вот тут-то и начинается вот такие знаете для меня лично несколько настораживающие вещи как понимать не знаю но уже намолола так что в эти дни кушать тоже не знаю а ну мясо мука дрожжи сахар это понятно исключить хотя бы этого исключили исключили уже будет достаточно что там допустим каши тушеные овощи ну и компоты допустим блогеры все по-разному говорят блогеры сейчас знаете основное как бы сказать знатоки это блогеры они все знают я еще разок обращаюсь к вам вы прежде чем что-то использовать какой-то совет какой-то рецепт какой-то там еще там найти курс от какого-либо блогера вы узнаете за этого блогера более тщательно и конкретно что это за человек если он там говорит о каком-то богатстве что он сам имеет если говорит о здоровье а как он выглядит и очень важно еще если как он выглядит сколько ему лет до 20-30 лет все мы выглядим достаточно хорошо а вот что будет в 70 лет как сейчас кстати после нового года после нового года если учитывать а зачатие мне пойдет уже восьмой десяток восьмой десяток поэтому ориентируйтесь включайте свою голову включайте знаете просто вот здравый смысл ничего не надо знать надо обладать только здравым смыслом если вам кто-то что-то советует из каких-то там блохеров и так далее там угонов гвозов и и прочего прочего узнайте вот этот человек если он вам советует а здоровье насколько он здоров сколько ему лет сколько он занимается чего он там достиг если это какой-то бизнес грубо говоря какой у него счет что он там имеет или он ничего не имеет а вам-то втирает вот этим заниматься вот этим заниматься а вот там денежки отщелкиваете как вот только что мне написали значит за три курса 150 тысяч отдали инфо цыганам каким-то там при этом значит какое-то разочарование якобы прокачали 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 бизнес бизнес прокачали да и плюс воспаление тройничного нерва все зубы там разболелись а потом ко мне а что делать если тройничный нерв а я знаю ну ладно блогеры все по-разному говорят разобрали пока просто пробую хотя хотя бы 14 дней подряд поищу у вас на канале точный рецепт точный рецепт о точно рецепт ну очень понравился рассказ уважение к вам лена санкт-петербург это записки голода еще и так леночка уважаемая леночка и уважаемые посетители канала смотрите точный рецепт вот вот данном случае допустим рецептом тройчатки у меня вес 100 вот сейчас 107 килограмм у вас вес допустим 57 килограмм то есть грубо говоря в два раза меньше поэтому поэтому если я вот это все проглатываю да и нормальность я чувствую а если вы это проглотите все то это может сказаться как-никак это очень мощные травки которые здесь содержатся и пижма и полынь там и гвоздика и в зависимости дальше от вашего состояния в каком состоянии вы на данный момент находитесь то есть все ли у вас нормально желудочно-кишечным трактом и вы можете принять да все нормально либо у вас какие-то отклонения там есть незначительные и вот эти вот дозы дозы они начнут просто-напросто сделают вам хуже и вы скажите вот смотри как написал записки голодающего а она вот вот точный рецепт поэтому уважаемые мои в первую очередь еще разок будьте просто-напросто здравомыслящими любое какое-то новое средство которое вы норовите проглотить и использовать в организме вы начните с малых доз вот буквально таки смол кто-то вам какой-то там блогер расскажет да надо килограмм сразу кстати у меня знаете на передаче малахов плюс были интересные случаи я практически ни к одной передаче не готовился но я же я же написал книги я еще тогда не был светочем но я же написал книги я якобы все знаю да чем мне там готовится алиночка проклова молодец она вот знаете как этот надо сценарий почитать надо все это выучить она молодец на счет это вот все таки равняться надо есть есть чему поучиться у этого человека так вот бывало значит в рецепте вот так вот и написано там грубо говоря килограмм полыни на пол килограмма перца и еще что-то еду е-мое вот если б я найти вот самый последний момент вот это не не чувствовал вот просто-напросто здравым смыслом что от этих доз и слон может помереть я бы возможно их не скорректировал либо знаете делалось нарочно так что грубо говоря если он там это самое мы вот тут на передаче и завали то есть не все люди поддерживали как бы сказать и находясь в команде мало х плюс не все они разделяли взгляды не все не как бы сказать трудились самозабвенно и ответственно а были такие шалтай болтай где-то там услышал что-то там слышит такое что-то это либо даже придумали либо даже придумали тот или иной рецепт и мне все это дело приходилось буквально таким я готовлю какой-то рецепт читаю его корректирую эти килограммы перевожу граммы чтобы это было нормально потому что вещать с телевизора такие дозы которые которые но вы поняли поэтому возвращаясь к данному поэтому вы вот все узнали трачать торчатка торчатка такая пропорция такая-то сделали и начинаете начинаете все это применять раз в десять меньше нежели там написано согласно там какому-то рецепту вот раз в десять начинаете вот здравый смысл включайте вот столько раз приняли ага все нормально ничего не это дальше можно уже увеличить грубо говоря в два раза приняли да нормально нормально далее можно принять первоначально от первой дозы в три раза нормально нормально потом дозировочку увеличили вот согласно своего веса допустим пятьдесят семь килограмм и чувствуете вот как то я уже чувствую что то там она работает и на этом остановитесь остановить если вес такой как у меня ага вы тогда можете дозировку допустим сделать больше в полтора два раза почувствовать как это работает потому что еще разок хочу сказать вот те рецепты которые знаете прописаны для всех независимо от веса независимо от возраста независимо от состояния организма независимо от времени года это все найти лотерея то ли вы вы играете то ли вы проиграете и проиграть вы можете очень по-крупному свежий случай я его это самое забанил на записке голодающего 4 которые выложил там только название записки голодающего голодание там совсем нету до начала чего-то надо же начинать вот я об этом немножечко расскажу потом вот и мне написали вот что-то по вашим рекомендациям там то ли сестра то ли кто-то начало значит голодать и якобы я там сказал как от какой-то то ли то ли было не осложнение а то ли какое-то во время голодания недомогание или 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 так организм отреагировал допустим на но вот что я сказал так продолжайте все будет нормально и мод то ли сестра то ли какая-то там близко это она за малом там не загнулась так вы там ёшкин кот ёшкин кот поосторожней будьте с этими советами по голоданию так далее но я не стал ничего не это самое писать на этот я просто напросто его вычеркну как этот человек тут попал что он тут делает здравомыслия нету в этом посыле если уж начинать чего-то вот кто-то начинает голодать а почему он начинает голодать вот это если родственники почему он начал голодать значит предыдущее лечение либо было не по карману либо не принесло никакого никакой пользы не пришло и тогда человек уже тоже слышал где-то я слышал ага по голода и все уйдет все это так далее не знаю броду полез в воду то есть вы опять таки включайте вот этот вот здравый смысл почему сначала почему человек начал голодать кто его там потянул за уши голодать я же вам всем говорю голодание относительно своего организма надо изучить но нету понимаете вот нету того есть какие-то значит общие веки что вот так 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 но все мы разные и то что с нас выворачивается особенно на больших сроках это строго индивидуально строго индивидуально но по-моему я уже наговорил достаточно хотелось мне конечно рассказать рассказать так сколько тут наговорил о 15 минут ну еще четыре минуточки чтобы закончить мысль насчет записок голодающего 4 значит записки голодающего 1 записки голодающего 2 были изданы записки голодающего 3 были написаны то такая знаете фэнтези который идет как примерно звездные войны там они что-то там делают и все это под одним названием я не знаю вылаживал они по-моему не вылаживал но это есть интересная такая такая фэнтези то есть я записка голодающего хочу сказать что все совпадения случайны хотя конечно я многое для того чтобы все это созрело и написалось так сказать было как бы свой собственный опыт но где-то можно приукрасить где-то можно что-то опустить где-то еще что-то поэтому все совпадение которые считаются ко мне относятся это считайте что это как произведение опять-таки на основании своего собственного опыта пойдет вторая глава но опять-таки это будет ну как я считаю художественное значит произведение поэтому не надо это отождествлять именно ко мне это так сказать рассуждение и анализ автора будем говорить в данном случае меня насчет такого явления как я раньше написал а что так можно о том что можно загадать желание загадать желание и как бы сказать получить желаемое я как-то на эту тему даже это особо не думал хотя там появилась масса различных руководств масса курсов то есть люди как-то не смекнули а чё тут мы книгу там будем выпускать или еще что-то там книгу там купил грубо говоря ну там пускай там хоть за 100 рублей а если курсы то их можно продать и за 100 тысяч в этой тематике в этой тематике а что так можно загадывать желание и получать значит желаемо разбудилась огромное количество так называемых инфо цыган которые ведут курсы которые берут деньги которые что-то вам там обещают прокачивает и так далее и тому подобное ну недавно одна прокачала 150 тысяч за три дня значит кроме разочарования и воспаление тройничного нерва она ничего не получила я хочу этот вопрос и я его изучаю и знаете не просто изучаю вот некоторые вот я изучаю я там еще или услышал он это можно делать деньги давай погнали я хочу изучить я хочу опробовать на себе и только после этого что-то что-то рекомендовать и вот после того как я напишу вот эту вот главу в четвертой части четвертой значит книги записки голодающих я еще посмотрю посмотрю начну у меня такая мысль есть сделать вот такой свой курс свой курс при этом разъяснив человеку почему получается почему не получается где надо доработать что надо доработать в конце концов и только мани 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 по завершении всего моего так сказать этого цикла по достижению результата и как интересно выразились вот ребята которые меня занимались революционной гимнастикой значит оплата от сердца вот вы посчитаете что получен был эффект такой секунд такой секунд и так далее и в соответствии с этим эффектом вы будем говорить от своих щедрот и от своих возможностей годовы заплатить за этот материал то есть вот так они то что люди ничего не знают ничего не могут а мы вот тебе что-то тут расскажем что-то сделаем что-то покажем вот то есть они сначала возьмут а что в конце концов будет тут важно сказать никто гарантировать не может но вот почему-то они берут на себя смелость что что-то у вас будет а если у вас что-то не будет но мол сам дурак сам дурак так вот чтобы самим дураком не оказаться все это оценивается после от сердца если грубо говоря 100 рублей вы заимели ну рубль бубль а если 100 тысяч ну допустим там совсем другая расценка насколько у вас вот этого всего хватит ну это так пример это так на будущее это может и не случится и что что еще я с вами делюсь я с вами знаете делюсь как с людьми близкими мне не боюсь открываться вот какие-то планы там что-то там я рассказываю все знаете это каждый человек конечно может подумать что там все что угодно короче может подумать и даже на эту тему и заморачиваться не будет поэтому я с вами делюсь как с равными они с тем что я смотрю на вас как на источник своего благосостояния или еще там как-то вот для того чтобы вот я начал опять писать для того чтобы к чему-то быть готовым надо это подготовить надо к этому созреть надо к этому получить побудительный мотив и вот этот материал первая глава да обычно об этом никто там не пишет я вообще не встречал такого уникальнейшего материала которая снова на реальном грубо говоря опыте все о чем-то там пишут грубо говоря не будем вот я с вами делюсь и что в конце я хотел бы данной нашей передачи сказать или этого видосика это то что заканчивается годовой цикл где-то 22 или 23 что-то будет зимнее состояние то есть все совершайте дела завершайте все эти свои это подводите итоги все делайте и где-то с 23 там 24 декабря вот как раз намечайте какие-то новые планы новые идеи и при этом понимаете как это сделать почему надо запустить шарик или почему что-то надо другое сделать какая роль этого шарика в выполнении вашего желания поэтому единомышленники как для которых я что-то там значит 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 подводите итоги этого цикла намечайте пока намечайте планы на будущее подумайте что чё и как и грубо говоря после значит 23 24 декабря смело залаживайте свои значит вот эти хотелки мечты для того чтобы они через год у вас воплотились в какой-то конкретный осязаемый результат вот это вот чтобы я его ну хотел бы еще сказать ну пожалуй пожалуй и все еще разок еще разок в любом деле будьте со светлой головой разумно все оценивайте что вам тут кто-то там тулит и так далее наш так сказать вот такой вот век когда люди рассматривают других людей просто как средство для заработка своего благосостояния есть особый день в году наступает темноту новым годом он зовется и всех людей дается шелестят конфет опёрки там мандарин стоит и наряженная ёлка огоньками нас манит и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok